Очередной рекордный рост числа заявок на пособие по безработице в США вернул тревогу инвесторов за состояние не только американской, но и всей мировой экономики. В свою очередь это вернуло спрос на доллар США. Парадокс, но тем не менее доллар растет за счет статуса безопасного актива. Уже сегодня, во время открытия торгов на американском континенте, трейдеры будут изучать отчеты от Минтруда США, где будет представлена подробная статистика по занятости и безработице за март месяц. А учитывая то, что за последние две недели в США было зарегистрировано рекордное число потерявших работу 6 650 000 американцев, то очевидно официальные данные подтвердят крайне негативные последствия пандемии. А если еще принять во внимание замечания Трампа о том, что впереди еще две недели мучительной борьбы с вирусом, то настроение становится еще более депрессивным. Таким образом, график индекса доллара вернулся в зону выше уровня в 100 пунктов. А уже сегодня развил ралли и на момент подготовки материала к данному видео дотянулся до отметки 100.60. И даже в паре с иеной доллару удалось нарастить позиции, но котировка по-прежнему остается в зоне неопределенности. Для развития трендового движения котировке необходимо подняться выше отметки 108.75 или же вернуться в зону ниже уровня 107.00, откуда открывается путь вниз к целевой отметке на 102.60. Вполне вероятно, иена сегодня утратила интерес инвесторов после очередной публикации статистики из Китая. Сегодняшний отчет от экспертов Market и Taishin зарегистрировал подъем индекса деловой активности в секторе услуг с исторического минимума к отметке в 43 пункта. Значение по-прежнему свидетельствует о спаде, но все же индекс оказался выше прогноза, и это уже позитив. В то же время сегодня на рынке узнают о том, как меняется деловая активность в секторе услуг в остальных странах мира. Так, к примеру, уже стало известно, что в Австралии показатель ушел ниже прогнозов и утянул за собой котировку австралийской валюты. График AUDUSD направился к спрогнозированной нами отметке на 0,5934 и далее на 0,5834, но пока котировка пытается пробиться ниже уровня поддержки на 0,6030. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!